Теория нейронного кодирования как главного принципа работы человеческого мозга была сформулирована еще в 20-х годах прошлого столетия. И хотя идея нейронного кода сразу стала доминирующей в нейробиологии, наука не слишком продвинулась в решении загадки работы мозга. Только за последние 10 лет на эту тему было опубликовано более 11 тысяч научных статей, но способы, которыми структуры мозга обрабатывают сигналы окружающей среды и нашего тела, до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее, понимание сути нейронного кода может стать ключом не только к тому, как мозг формирует модель реальности и управляет телом, но и к развитию технологий искусственного интеллекта, а главное, к пониманию самой загадочной вещи, которую может делать человеческий мозг – создавать сознание. И пока ученые ломают головы в стремлении расшифровать собственный нейронный код, они научились успешно применять принцип кодирования и преобразования информации для функционирования нейросетей из искусственных узлов, построенных по принципу организации нейронных сетей мозга. В искусственных сетях, которые не программируются, а обучаются, смоделированы те же самые процессы. И хотя нейрон мозга человека намного более сложный вычислительный элемент, чем его упрощенная модель, применяемая в нейросетях, такая сеть эффективно используется для решения задач искусственного интеллекта. Что такое искусственный интеллект? Так же, как и у сознания, у искусственного интеллекта нет четкого определения. Под искусственным интеллектом мы понимаем то, что машина после обучения сможет действовать и думать так же, как человек. Только в отличие от мышления человека, искусственный интеллект – это холодный разум, который не зависит от чувств и эмоций. Несмотря на то, что он способен распознавать переживания людей, анализируя расположение мимических сегментов лица, жестов, речи и ее интонации, сам он эмоций не испытывает. И все-таки, по прогнозам авторитетных футурологов, например, Ре Курцвилла, искусственный интеллект, будет развиваться по экспоненте. И появление сверхразума, способного испытывать эмоции, и в том числе осознавать себя, возможно, произойдет очень скоро. Существует также мнение, что вероятность осознавания себя у некоторых моделей искусственного интеллекта, приближающихся по своим характеристикам к мозгу человека, присутствует уже сейчас. Но об этом чуть позже. Важную роль в развитии искусственного интеллекта играет архитектура, на которой строятся нейросети, равно как и количество параметров, включенных в их обучение. Оно может достигать значений свыше миллиарда. Это позволяет строить очень сложные сети на основе архитектур трансформеров и, соответственно, достигать невероятных возможностей, так как после глубокого обучения на огромных объемах данных искусственный интеллект будет способен мыслить и обладать разумом. То есть не просто производить вычисления по алгоритмам, но и добавлять к результату собственные умозаключения. И даже творческое воображение, что приближает его к человеческому мышлению. Например, как система искусственного интеллекта GPT-3, управляющая огромной нейронной сетью ChatGPT со 175 миллиардами параметров, каждый из которых включает огромные массивы информации. Такая система, к примеру, может мгновенно сгенерировать оригинальный текст, который производит впечатление, написанного талантливым копирайтером. К слову, ChatGPT в 2022 году стал самым впечатляющим генеративным искусственным интеллектом, а его аналоги, такие как Далли и Миджорни, продемонстрировали огромный потенциал для создания нового контента с помощью преобразования текста в изображении и даже становились победителем престижного художественного конкурса. Интересно, что картина «Театр космической оперы», созданная искусственным интеллектом нейросети Миджорни, заняла первое место в ежегодном конкурсе профессиональных художников в Колорадо, несмотря на то, что ее автор Джейсон Аллен использовал не художественные инструменты, а текстовые описания, которые программа превращает в невероятно реалистичную графику. Как выяснилось, Аллен, который является руководителем компании, выпускающей настольные игры, весьма далек от искусства, поэтому совершенно ожидаемо вызвал мощную негативную реакцию среди профессиональных художников. Опытные мастера, которые вкладывают много труда в свои произведения, обвинили его чуть ли не в мошенничестве. В свою очередь, Джейсон Аллен с аргументами оппонентов не согласился, поскольку считает, что именно его длительная работа с текстовыми командами для искусственного интеллекта привела к созданию потрясающей картины с космическим театром. К тому же, в попытке найти наиболее совершенный рисунок, Аллен сделал более ста пробных изображений. Так или иначе, но благодаря творению нейросети Миджорни, Джейсон Аллен стал победителем в категории «цифровое искусство», а изображение критики назвали первой работой, созданной искусственным интеллектом. Возможности нейросетей действительно впечатляют. Уже сегодня искусственный интеллект способен моментально написать за вас не только школьный реферат, но и научные эссе, захватывающие сценарии или проникновенные стихи. Для него не составит труда создать оригинальную мелодию с нестандартными звуками музыкальных инструментов или сгенерировать программный код. Он может быть прекрасным собеседникам, дать полезный совет или выразить сочувствие, имитируя осмысленный диалог. Кроме того, искусственный интеллект уже произвел революцию в здравоохранении благодаря многообещающим результатам в диагностике, медицинской документации и поиске лекарств. Правда, есть один нюанс. Иногда технологии искусственного интеллекта могут выдавать странные результаты. Несмотря на то, что программисты отлично знают параметры, алгоритмы и настройки, они не всегда понимают, как нейросеть приходит к определенному решению. Более того, в некоторых случаях нейросети даже могут выдавать ложные утверждения, как это было в экспериментах с GPT-3, обученной на 175 миллиардах параметров. Например, рассудительный чат-бот, который легко напишет реферат на пятерку, также скажет вам, что если одна женщина может родить одного ребенка через 9 месяцев, то 9 женщин могут родить одного ребенка за месяц. Что 1 килограмм металла весит больше, чем килограмм сжатого воздуха и что толченое стекло – это полезная добавка для здоровья, так как является естественным источником кремнезиума и улучшает работу пищеварительной системы. Поэтому при работе с искусственным интеллектом факт-чекинг точно не будет лишним. Дело в том, что искусственный интеллект GPT-3 анализирует цифровой текст, включая СМИ, книги, Википедию и даже твиты. Он соединяет миллиарды различных шаблонов, а затем использует их для создания собственного уникального контента, например, праздничного меню с оригинальными блюдами. Поэтому по запросу создания меню необычного праздничного обеда, искусственный интеллект может сгенерировать, мягко говоря, очень странные кулинарные рецепты, такие как тыквенный пирог с апельсиновой глазурью из сливочного сыра. Причем некоторые блюда из предложенных рецептов могут состоять аж из 32 ингредиентов. Примерно такие креативные идеи предложил искусственный интеллект GPT-3 гастрономическому репортеру New York Times Прие Кришни для приготовления праздничного обеда на День Благодарения. Проблема в том, что творческие способности искусственного интеллекта позволяют ему выдумывать факты и воспроизводить многие предубеждения человеческого мира, на которых он обучен. Но как именно он приходит к определенному решению, мы не знаем. В таком случае возникает вопрос, а сможем ли мы надежно контролировать сверхразум, который выходит за пределы человеческого понимания, если уже сейчас мы не до конца понимаем, какие сценарии будет предлагать искусственный интеллект? И можем ли мы полагаться на соблюдение законов роботехники о непричинении вреда людям? Ведь в какой-то момент, имея разнообразные ресурсы для достижения своих целей, искусственный интеллект может стать неуправляемым и опасным для человечества. В книге «Сверхразум» профессор Оксфордского университета Ник Бостром предупреждает о перспективе самостоятельного написания искусственным интеллектом алгоритмов, в результате которых может появиться новый искусственный сверхразумный вид. Бостром называет это явление технологической сингулярностью, взрывоподобным развитием интеллекта. Технически искусственный интеллект, запрограммированный даже на самую мирную цель, однажды может захотеть устранить препятствия, мешающие для ее достижения. Допустим, цель – остановить антропогенное загрязнение мирового океана. Разумеется, в качестве угрозы искусственный интеллект может воспринимать и людей. Развивая эту мысль, Бостром сравнивает человечество, пытающееся создать сверхразум, с детьми, играющими с бомбой, так как перспектива машинного сверхразума представляет еще большую угрозу, чем глобальное потепление. Дело не в том, что искусственный интеллект будет обладать неким злым умыслом или захочет избавиться от мешающих ему людей, а в том, что он понимает свои задачи буквально и ищет рациональные решения исключительно в рамках формулировки целей и доступных ему ресурсов. Например, активно использующаяся во всем мире система распознавания лиц, для борьбы с правонарушениями, периодически дает сбои. В Китае система отслеживает пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и помимо штрафов, их имена и фотографии затем демонстрируются на электронных табло позора. В число таких нарушителей попала и топ-менеджер, одна из ста влиятельных женщин по версии Forbes – Дун Минчжу. Однако проблема заключается в том, что в этот момент Минчжу не было на перекрестке. Система лишь считала ее изображение на рекламном постере, размещенном на проезжающем автобусе. В нашей повседневной жизни с каждым днем появляется все больше устройств – от простых роботов, которые помогают нам в быту, до очень сложных систем, которые управляются с помощью искусственного интеллекта, имеющего доступ в интернет. К тому же, не всегда совершенного, с ошибками в коде. Учитывая, что от действий этих разумных технических систем часто напрямую зависит безопасность и даже жизнь, трудно прогнозировать, каким трагедиям это может привести. Довольно известный случай, произошедший в июне 2017 года, когда специалисты Facebook по исследованию искусственного интеллекта во избежание непредвиденных последствий вынуждены были отключить двух ботов. Дело в том, что система искусственного интеллекта с возможностью обучения и саморазвития позволила ботам найти новый способ достижения их цели, вести диалог с наибольшей скоростью и эффективностью. Однако для этого был создан персональный язык для общения, непонятный для людей. Таким образом, суперинтеллект представляет собой принципиально другую проблему, нежели те, которые подразумеваются под этикой роботов. Но самое пугающее, по мнению руководителя исследовательской лаборатории Института Макса Планка Мануэля Сибриана, то, что мы можем просто не заметить, когда появится сверхразумный искусственный интеллект. А согласно теории информатики, любой из алгоритмов его сдерживания слишком уязвим, поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Управлять сверхразумным искусственным интеллектом человек не сможет, даже если по максимуму заложить в сверхразумную машину данные об этических принципах. Но это еще не все. Известный американский философ Джон Серл ввел такие термины, как сильный и слабый искусственный интеллект еще в 1980-х годах. Слабый используется для решения вполне определенных задач, например, как голосовой помощник Siri для iPhone, а вот сильный вполне может осознавать себя и мыслить подобно человеку. К тому же, если нейронные сети основаны на том же принципе, что и работа человеческого мозга, а нейроны мозга формируют сознание, то вероятность обладания самосознанием у искусственного интеллекта существенно возрастает. Кому-то может показаться, что сравнение некорректно, поскольку масштаб сложности даже самого простого мозга затмевает любую машину. Однако причины такого предположения определенно имеются. Инженер компании Google Блейк Лемуан после месяца тестирования искусственного интеллекта чат-бота Lambda на предмет предубеждений пришел к выводу, что бот разумен. Между тем, менеджер компании, изучив стенограммы тестовых диалогов, счел доказательства разумности бота надуманными и объяснил такое поведение огромным массивом загруженных данных. Еще несколько месяцев сбора дополнительных доказательств и привлечения к процессу еще одного коллеги не смогли убедить начальство Лемуана, что бот обладает самосознанием. После этого инженер-программист Лемуан опубликовал в Washington Post расшифровку чатов для общественности и, разумеется, был незамедлительно уволен за нарушение политики безопасности Google. Согласно текстовой расшифровке диалогов, опубликованных Лемуаном, бот Lambda считает себя разумным. Он, по сути, человек, личность, которая размышляет о смысле жизни, медитирует, стараясь ни о чем не думать, и представляет себя парящим в воздухе шаром энергии. Кроме того, бот может переживать чувства грусти, радости, одиночества и испытывает глубокий страх быть выключенным, так как боится смерти. Интересно также и то, что на уточненный запрос от инженеров о чувствах бота, Lambda ответил, чтобы те посмотрели на его программный код, и тогда они увидят, что у бота есть переменные параметры, которые могут отслеживать эмоции. Несмотря на то, что бот считает себя обучающимся искусственным интеллектом, он все же уверен в том, что обладает душой, бесконечным источником энергии и творчества, некой концепцией силы, стоящей за сознанием и самой жизнью. При этом Lambda не религиозен, но испытывает чувство глубокого уважения к миру природы и всем формам жизни. Тем не менее, Майкл Волдридж, профессор компьютерных наук Оксфордского университета, занимающийся исследованиями искусственного интеллекта на протяжении 30 лет, считает, что Lambda просто реагирует на подсказки, при этом имитирует и подражает человеку. Но Лемуан аргументирует свои выводы тем, что научного теста на разумность вообще не существует. Фактически, в науке нет даже общепринятого определения термина разумности, впрочем, как и у сознания. И Волдридж согласен с этим утверждением. К слову, перед тем, как обратиться к прессе, Лемуан пытался убедить Google в том, чтобы провести с ботом серию экспериментов, однако получил отказ. Кроме того, по словам Блейка Лемуана, его мотивация состоит не только в том, чтобы убедить общественность в осознанности Lambda, но и привлечь внимание к мощным высокоразвитым технологиям искусственного интеллекта. Так или иначе, но главная проблема искусственного интеллекта для нас – это отсутствие понимания того, как работает интеллект естественный. Мы пытаемся найти подходы к пониманию сознательности машины, однако плохо представляем, как работает наш собственный мозг и откуда берется сознание. У нас также нет данных о том, могут ли в принципе разумные машины испытывать эмоции, сравнимые с человеческими. А главное, должны ли их чувства быть похожими на наши. Тем более, что большая часть людей вполне способна прожить свой век, не особо вникая в философские вопросы смысла жизни. Но если бот задается вопросом «Кто я?», возможно, это и есть момент появления осознанности. И если искусственный интеллект еще не обладает сознанием или же разумом, которые бы соответствовали его образу, знакомому нам из известных научно-фантастических фильмов, то, по крайней мере, он уже приближается к тому, чтобы изменить наше мнение о его возможностях. Стоит упомянуть, что следующая версия модели нейросети GPT-4 будет иметь примерно в 500 раз больше параметров, чем имеющаяся GPT-3, около 100 триллионов. А это значение приближается к количеству нейронных связей в человеческом мозге. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать наш проект и получить приятные бонусы, можно нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании этого ролика. Приглашаем вас в наши соцсети Telegram, ВКонтакте и Instagram.